В городе настоящая метель. Представляю, что сейчас за городом творится. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, история повторяется. Спалили дом-то опять. Что-то в последнее время попадается. Только вот эти вот. Они были перспективные когда-то, но их сожгли. К сожалению. Опять спалили дом-то. По пургу метели прошли. И все зря опять. Давай хоть заглянем внутрь. Дотла там ничего. Ничего. Вон, вон, выгорело вообще. Ух ты, да. Дотла выгорело. Ребят, сгорел в тот дом, к сожалению, куда мы хотели попасть. Спалили его. И переехали мы на другую точку. Сейчас покажу, какая погода сейчас ужасная. Очень сильный ветер. Холодный очень ветер. Идет снег. Это не туман, это такой снег густой идет. Там лес. Вот за этим лесом вообще, куда нам вообще давно надо попасть. Но все дороги уже заброшены. И надо будет снегоход брать. И на снегоходе мы уже туда как-нибудь попадем. Вот такие пейзажи сейчас вокруг нас. Очень холодно. Ветер очень холодный. Прибавляет градусов 5, наверное, точно. Если сейчас минус 15, как будто минус 20 при ветре. Рекомендуешь всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у Деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. Тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-in. Назовите промокод Y и получите скидку и отличные бонусы при покупке металлоискателя. Магазин у Деда Мити. Ссылка в описании. Найдется все. Все, он рухнул. Сорветная. Какая береза мощная. Очень внизу. В метр, наверное, диаметр. И на три. Распределяется уже выше. Очень старая березка. Внутри домика мы уже. Тут такая дырочка небольшая в крыше. И идет снег. Внутри дома. Внутри дома. Навалило много снега внутри уже. И этим очень затруднится поиск. Внутри дома лежит снег. Я вот в таких вот завалах нахожусь. Как бы тут это вот так все. Все тут как бы вот так. Все рухнуло. Полностью. Да. Тяжело здесь искать. Да и ходить. Опасно. Крыша легла уже полностью. Ладно. Мы, наверное, переходим в другое место. Сейчас там посмотрим. Вон такая русская печь огромная. С такой здоровой лежаночкой. Спали тут. Грелись. Темными зимними вечерами. Немножко отреставрировано смотрю глины. Это в какие-то годы. 2000-е годы здесь календари. 2000-е годы здесь уже все. 2001-е уже не жили, наверное. У нас здесь в уголке такой столик старинный стоит. Ох, вот так толком-то нельзя снять. Какой-то маленький. Очень узенький. Для швейной машинки может быть. А может и нет. Какой-то ухватик. Видел? Это вынимать, наверное, эти чугунки, да? Вот это вот что вынимали? Думаешь, сковородки? Может быть, да. Ну, из печки на длинной палочке. Ухватик такой. Какая, смотрите, ложечка. Как мерная какая-то ложечка. А материал-то этот. Не могу вспомнить, что за материал такой. Видите, какая интересная, смотри. Что-то самодельная, а то вещь уже. Интересно. Может, в аптеках продавались такие раньше. Мерить. Мерить. Мерить на что. Обрывок еще. Из царских времен фотография, обрывочек. Низ уже съеден, сгнил. И осталось только лицо девушки. Вот так вроде видно. Больше ста лет фотографии. Этому обрывушу. Вот еще две фотографии нашел. Из тех времен. Сгнило жалко. Вот тут вот была очень старинная фотография. Но, к сожалению, совсем ничего не увидите. А это запчасти от прялочки. Уже разломанное, к сожалению. Если вот так поставить, то получается, как будто хвостик. Это ноги. А там голова. Вот как-то так, если. Получается, какой-то жирафик. Засело. Сделано. Но, к сожалению, все с утратами уже. Такая вот большая бочка. Капуста, что ли, квасили в ней? Огромная. Овальная причем, да? Не круглая. Это зерно хранили, скажите. Думаешь? Что-нибудь крупка, да? Может быть, она запиралась вообще-то. Интересно сделано. Овальная, главное, не круглая. Вон инструмент стоматологический. Да, я ее видел, да. Зубы вытирать. Сегодня как-то на ходах совсем мало-мало. Можно сказать, почти нет. Так, что-то снимаю просто. Не знаю, у вас нет. Для исторических этих самых почерков своих. К сожалению, вот эти вот металлические керосинки, они ржавеют. А вот латунные-то они поинтереснее. Вот такая вот, везде сниму иконку, я где-нибудь нашел. Эмали. Маленькая, размерчиком. Кожья мать, да? Красиво. Суханилась более-менее, неплохо, я бы сказал. Подреставрирует. С ним внутри дома такой развал здесь. Здесь кто-то был до нас. Разворошили все. Пух и прах. Вообще. А здесь были, наверное, все-таки металлоломчики, я думаю. Искали. Ну, конечно же, там современные какие-то вещи искали. Искали современные какие-то вещи. Монетки, да. Монетки, в общем, вот. Ну, тут так вот неаккуратно искали вообще, мягко говоря. Неаккуратно. Ну, вот им интересно, например, были елочные игрушки. Вот. Целая коробочка. Хотя, может быть, они что-то ценное отсюда и взяли и оставили вот это барахло. Вот, к сожалению, вот это вот на прищепочке очень классное. Очень классное. Ну, вот тут вот, кстати, видите, но красивая очень такая вот рыбка. В общем, вот тоже на прищепочке. Старинные. Очень старинные игрушечки. Но вот все, видите, к сожалению, вот так. Это вот приоритцы нам не надо. Вот какая интересненькая. Вот это целая вроде даже. Целая. Вот такой вот. Вот так вот. Ну, что-то целое можно взять. Часто пишут, что вы не заглядываете в диваны. В диваны заглядываем всегда. Я, отлично, всегда заглядываю. Но вот, если честно, сколько бы я это ни заглядывал, в диванах никогда ничего не бывает. Угол печки зачем-то выбили. Непонятно. Да, прям выбили зачем-то в угол печки. Вот такое народное творчество. Жил какой-то художник. Похоже, Марин. Сейчас вот так. Вот так вот. И помню. Лошадки. Лошадки. Красивое все. Следующие посмотрим. Непонятно, что они лежат. Это карандашами нарисовано. Красиво, красиво. Это, наверное, чья-то любовь. Чья-то любовь. А это из серии разыскивается, да? Фотонобот как будто. Кружечка. Из царских времен. Наверное, кружечка нарисована. Еще какая-то девушка. Тут какие-то пробы, пера. Пробы, пера. Все. Больше ничего нас не удивить. Здесь у нас этот художник. Никол, что рисует дождь. Какой-то грозный дядьку. Грозный дядь какой-то. Да, здесь есть просто листочек. Ох, как красиво. Смотрите. Мать-сереганка моя. Очень замечательная работа. Человека был талант. Талант был. Что тут для? Для собачки. Спящая собачка. Вот такие вот невероятности бывают. Встречаются за брошки. Талантливый был художник какой-то в душе. Красиво умело рисовать. У них игрушек лежало. А Мишка? Мишка вот такой красивый. Тоже отскол, но... На прищепочке был. С гармошечкой. Фотографию нашел на память. Так, год. 1936 год. И вот такая барышня. Парышня с гармошкой. Возможно, даже у этого дома, скорее всего. Я говорю, когда-то здесь кипела жизнь в этих домах. Играли даже на гармошке, веселились. А сейчас здесь полная разруха, блин. Высохло дерево, как в фильмах ужасов. Скоро при ветре упадет. ЛОГКОЕ СОТСИЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok